Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное обновление в Star Stable Online. Но сегодня будет еще и плюс покупка двух магических коней, ведь именно этих красавцев нам сегодня добавили, но не только их. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Данные красавцы, как всегда, обитают около Морвенда, вот здесь, вот рядом с Перевозкой Гарой, но вместе с ними приехали и новые магические питомцы. В этот раз это два морских котика, цена которых по 350 старкоинцев. Если честно, котики довольно милые, если бы у меня не было магических питомцев, я бы точно купила золотистого, ну может быть полосочку, не знаю. Но на самом деле они очень милые, питомцы хорошо получились, в котики-вики питомцы реально получились неплохие. И даже если они дублируются, то они все равно как-то ощущаются особенными. В отличие, к примеру, тех же скатиков, которых уже несколько штук. А вот и сами прекрасные кони. Я вам скажу, что я в восторге от этих магиков, я их купила все-таки, ну... Сейчас, да, я просто озвучиваю это видео, я их купила, я очень этому довольна, мне нравится как и магический вид, так и обычный. Но вы только посмотрите, они прекрасны, это же... Я в них влюбилась, наверное, даже больше, чем в магиков драконов Фризом. Вы посмотрите на эту чешую, на эти плавники, на этот блеск каждой чешуйки. Я в восторге. Хорошо, что теперь можно посмотреть на модельку отдельно и не толпиться с другими игроками. Я просто в восторге от этого хвоста, который, правда, чуть-чуть ломанный. Но, тем не менее, смотрите, он очень хороший, а уж у золотой рыбки он вообще похож на хвост H2O. Ставьте лайк, если вы тоже почувствовали эту ассоциацию с этим хвостиком. Мне очень нравится, когда он бежит голубым, хвост очень классно развивается на ветру, наверное, так можно сказать. Вот, потому что во всех остальных ситуациях он какой-то ломанный. Ну, а также масть, родная, не магическая масть. Я обожаю соловых, розовые носики, а если еще белые отметины на лбу, белые гривы, хвост и белые гольфики, ребята, это все. Это 100% попадание в мое сердце. Но давайте посмотрим уже на вторую. Это, я не помню, как рыбка называется. Я ее вечно все детство называла рыбой зебра. Может быть, она, кстати, так и называется. Очень шикарно. Я никогда не думала, что данную рыбу можно воплотить в магической лошади. Я очень довольна. Опять же, плавники шикарные, шипастые. И на шее, и на холке, и на крупе. Везде мне все нравится. Хвост выглядит тоже потрясающе. Особенно на голопах. Мне он безумно понравился. Прям вот, ну, просто рыбы счастья. Я не знаю, как еще их назвать. Очень классные. И я понимаю, что мой аккаунт, кажется, становится потихоньку аккаунтом магических коней. Потому что у меня есть абсолютно все магики, кроме тинки. Ну, а в обычном виде, неожиданно, это у нас а-ля зебра. А, ребят, я когда узнала об этом, это был для меня просто шок-контент. Потому что зебры у нас только в виде пони существуют. Около цирка. А тут практически реальная зебра. Только хвост отличается. Лошадки, кстати, стоят недешево. По 900 СК. Но меня это не остановило. Я решила все-таки их купить. Потому что я накопила. У меня вот СК накопились. При этом еще осталось после их покупки. И я решила, что раз я купила Пасафина, это была обычная лошадь, которая мне, кстати, очень понравилась. Я не жалею об этой покупке. То этих красавцев упустить я точно не могу. Да-да, я знаю, что они могут появиться в следующем... Точнее, они не могут. Они появятся в следующем году точно. Потому что сейчас все магические лошади, они приходят к нам по кругу. И я знаю, даже не беспокоюсь о том, что этих лошадок я точно куплю. Но я думала, купить их в этот раз или же все-таки в следующий. И вон девочка, просто посмотрите. Ну, девочка с бородой там все в образах шикарные катаются. Так что... Да, прямо здесь, прямо сейчас давайте же покупать данных лошадок. Английский язык я выбрала специально. Хотя нет, на самом деле я вру. Я покупала, по-моему, какую-то другую лошадь. Выбирала на другом аккаунте английский язык. И забыла переключить. Ну, а перезаходить мне уже было как-то лень. Поэтому решила, а ладно, раз так судьба сложилась, давай все-таки назову ее на английском. По поводу золотой рыбки. И, кстати, мыслей... Вообще, кстати, по именам идей не было никаких вообще. Потому что вначале я не планировала покупать их именно в этот момент. Но решила, что все-таки надо сделать. И сделать прямо сейчас. На самом деле, по-моему, в день... Слишком много слов, на самом деле, в этот раз. Я ее назвала Pearl Shimmer. По-моему, это сияющая жемчужина. И мне так и нравится, что теперь есть анимация вот этого знакомства. А когда нам обновят персонажей, эта анимация станет еще круче. И... Ой, какая классная. Они такие классные. Мне они так сильно понравились. Так, теперь покупаем золотую рыбку. Да-да-да-да-да. Я ее буду так просто назвать. Кстати, я пока даже снимала видео. Пока сейчас озвучу видео, я так и не посмотрела, как зовут этих лошадей. Да, купила. Обновление снимаю. Настолько меня охватило желание покупки этих рыбок, что даже не посмотрела название данных существ. Вот, так что да. Вот как хорошо я как бы смотрю, что кого покупаю. Вот. Эту рыбку я решила назвать Сияющая рыбка. Сияющая рыба. Но я ее называла Сияющая рыбка. Это у меня, кстати, жеребец. Если я ничего не перепутала. И мне... Посмотрите, да, эта анимация, она же просто прекрасна. Вот. Так что давайте теперь познакомимся с ними в конюшне. Вот мы и наконец-то в конюшеньке. И вы посмотрите, какой он классный. Непонятно, почему он, правда, сияет, то не сияет. Но мне кажется, это из-за освещения в конюшне. Но какие же они классные. Мне кажется, они даже лучше ахалтикинцев морских. Хотя те по-своему тоже прекрасны. Мне очень понравился хвост. Особенно во время дыбов и ходьбы. Но на дыбах это прям просто шикарное зрелище. Ой, и золотая рыбка, ребята. Я могу сказать точно, что мне золотая рыбка понравилась больше, чем рыбка зебра. Не знаю. Почему? Наверное, потому что она тоже чем-то похожа на чешую дракона. Только а-ля китайского, то есть полуморского какого-то. Не знаю. Хотя это рыба. Ну, просто сам факт, что чешуя. Вот такие вот они все-таки классные, шикарные и блестящие. А во время бега... Ну, хвост он еще так смешно, кстати, дергается в конце, когда тормозит. В общем, ни капельки не жили, что купила их. Хотя дорогие на самом деле сейчас магики. Они стоят ровно столько же, сколько обычной породы. Я скучаю по тем временам, когда магики стоили дешевле. Но они были, по-моему, медленные. Вот. Это был их минус. Ну, а сейчас, я надеюсь, вы радуетесь вместе со мной покупке данной лошадки. Посмотрите на детальность ее чешуи. Я думаю, на более мощном компьютере чешуя будет видна еще больше. Так что, если у кого-то хороший компьютер, пожалуйста, опишите свои эмоции по поводу чешуйчатых. Так что, на этом, пожалуй, все по поводу лошадок. Очень мне понравились еще родные масти. Они такие милые. И я думаю о покупке этих лошадок на девочку-индейца. Потому что это вроде как Аполлуза. Но при этом я даже как-то и не знаю. Не хочется мне у той девочки иметь много лошадей. Я об этом еще подумаю. Но, по крайней мере, эти кони у нас не в последний раз. Они вернутся к нам наверняка следующим летом. Когда снова будет жарко, печь солнце. И мы захотим купаться. Они снова к нам приплывут. Так что, на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать их копкой. Всем пока. Удачи вам. И до встречи в следующем видео. И обязательно досмотри до конца. В конце будет музыкальная пауза. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok